Сенатор Соединенных Штатов Америки, член Комитета по вооруженным силам Джеймс Инхофф направил письмо Дональду Трампу с призывом согласовать предоставление Украине оборонного летального вооружения для защиты от российской агрессии. Его письмо, как пишут с вами, отражает поддержку 27 сенаторов. И вот уже есть реакция России. Глава Комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов заявил, если Вашингтон поставит Киеву наступательное вооружение, это взорвет ситуацию на Украине. К нашему разговору присоединяется директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов. Иван Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Иван Павлович, как эта ситуация может взорвать ситуацию на Украине, если оружие будет поставлено? Вы знаете, поскольку для киевского правительства добиться все-таки поставок летального оружия из США, не важно на какую сумму, хоть там на 5 миллионов, но не важно, это символ. Вот чего прежде всего хочет добиться киевского правительства, что США подтверждают, что они готовы поставлять летальное оружие, а вот это как раз повлияет на ситуацию на Донбассе, безусловно. Поскольку тут же у киевского правительства появится уверенность, что теперь у них руки развязаны, они попытаются взять реванш. Естественно, исход будет ячен, их опять разобьют, тут все понятно. Но, тем не менее, будучи уверены, что теперь они получили поддержку Вашингтона, причем такую же реальную военную поддержку, не инструкторы, а оружие, то теперь можно, значит, действовать. Вот это вот может просто таким поводом так думать. Это опасно, действительно. Хорошо. Ракетные противотанковые комплексы «Джавелин». Насколько серьезна эта техника и как она на поле боя может изменить ситуацию? Ну, «Джавелин» действительно, противотанковый ракетный комплекс «Джавелин» действительно один из лучших в мире. У него там есть ряд особенностей. Например, он может бить верхнюю проекцию танка. Ни один больше такого класса этого не может. Это действительно мощная машина. Но, во-первых, американцы сами позиционируют его как оборонительное. Я постоянно заявляю. Ну, прекрасно. Если это оборонительное, тогда, значит, опасность-то как раз, я уже повторюсь, состоит в том, что... А украинская сторона может посчитать, что это не оборонительное наступательное. Почему бы нам их не использовать при попытке очередного наступления? В принципе, это возможно для поддержки действий пехоты и танков. Или для остановки контратаки танковой, допустим. То есть, конечно, его можно использовать. Но то количество, которое заявлено, та сумма 47 миллионов, ну, посчитайте сами. Одна ракета стоит у этого комплекса 80 тысяч долларов. Плюс сам комплекс стоит около 250 тысяч. Сколько можно на это взять на 47 миллионов? Немного. При том, что существует прямая опасность, что это прежде всего продадут. Что не раз уже было доказано украинской стороной. Все это или поломают, либо продадут, или просто пропадут. Иван Павлович, вот меня еще и обратило внимание, что это противотанковые комплексы. Я, честно говоря, просто вот как-то не сталкивался с информацией, что в ДНР и ЛНР есть танки, которые способны воевать с Украиной. Это действительно так? Еще в 2014 году было захвачено немало техники. Кроме того, ополчение вывезло с поля боя огромное количество разбитой техники. И большинство из них отремонтировали, либо собрали из различных частей разбитой техники, то есть какую-то одну машину. Достаточно многое. У них там есть эти танки. Последний вопрос у меня к вам. Какие меры нужно предпринять руководству ДНР и ЛНР, чтобы вот эту угрозу этих жевелинов нивелировать? Ну, как раз сейчас и предпринимаются попытки политического урегулирования. В том числе и со стороны ДНР и ЛНР. Вот переговор был с президентом Почином, переговоры о том, чтобы договориться об обмене пленными. Вот это, кстати, действительно мощная политическая мера, призванная. Давайте займемся вообще конкретным мирным делом. Давайте пленными хотя бы обменяемся. А что вы все про войну-то продолжаете говорить? Вот, пожалуйста, вот действия со стороны, скажем так, ополчения. Иван Павлович, спасибо вам за комментарий и участие в нашем эфире. Спасибо. Всего доброго. Борис, ну вот, действительно, поставит ли Украине летальное оружие? Сенаторы уже обратились к Трампу, и только он решит, будет это или нет. Действительно, вопрос, наверное, скорее имеет символическое значение. Хотя, честно говоря, не исключено, что символическое значение продажи даже небольшой партии оружия противотанковых комплексов, в первую очередь может оказать какое-то существенное влияние на то, что происходит, скажем, на каком-то невероятном поле боя, если снова ситуация пойдет по наклонной плоскости и произойдет очередная вспышка боевых действий. Что касается, как бы сказать, принципиального момента, да, самого, согласятся ли американцы поставить оружие летальное Украине или нет? Ну, это вопрос теперь только, Трамп согласится или нет, потому что вот 27 сенаторов уже обращаются и говорят, действуйте, господин президент. Знаете, я хотел процитировать другого президента, Владимира Путина. Он когда-то сказал, мы, имею в виду Россию, показали слабость, а слабых бьют. И вот мы, значит, в свое время, в 90-е годы, вот понесли какие-то такие дипломатические, не только дипломатические потери. Ну, вот мы стали сильными и теперь мы, как бы сказать, соответственно, да, продолжая эту мысль, можно сказать, мы бьем. Ну, видимо, как бы сказать, это применимо не только к России, но и к Украине, да? То есть, когда Украина была слабая или она до сих пор слабая, вот ее и бьют. Значит, соответственно, какие-то, любой слабый ищет способ стать сильным. То есть, как бы сказать, в этом смысле действия Украины и попытки обзавестись оружием для того, чтобы отразить, возможно, танковую атаку со стороны шахтеров Донецка и Луганска. Ну, конечно, это, как бы сказать, как бы в логике здесь не отказать киевским товарищам. А что касается, как бы сказать, американцы, согласятся они или нет, они прекрасно понимают, что это, как бы сказать, все-таки пересечение какой-то определенной красной линии. Возможно, что Трамп опасается реакции России, о которой мы еще, как бы сказать, не вполне понимаем, какой она может быть. Она, естественно, может быть асимметричной, как это часто бывает. И вполне возможно, что Трамп, принимая решение о том, будет ли поставлено это оружие Украине или нет, вынужден будет принимать в расчет все возможные последствия того, к чему это может привести. Ну, действительно, то, что пытаются поставить, на самом деле, очень мало. Никак это изменить баланс сил, расстановку сил в регионе вряд ли сможет. Смотрите, если считать, что на вооружении ополченцев стоят отремонтированные танки или танки, выведенные из поля боя, или что-то захваченное с украинских складов, это, на самом деле, вполне может быть существенным. Да, потому что речь идет не о каких-то крупных войсковых соединениях, не какие-то там танковые бригады, армии и так далее. Если считать, как бы сказать, что речь идет не о противостоянии Украины и вот этих так называемых ополчений, а о противостоянии вооруженных сил Украины и ополчений и их спонсоров, владельцев пресловутого военторга, который снабжает через границу всем необходимым своих подопечных. Тогда, конечно, поставили на 47 миллионов этих противотантов и комплексов. У России, кажется, танков, кажется, не сосчитать. Тут действительно, ну что, просто можно пренебречь с ним, как ни в чужой малой величиной. Ну а с политической точки зрения, вот на ваш взгляд, это усугубит положение или вообще никак не повлияет? Нет, это изменит положение, скажем так. В каком направлении? Ну, безусловно, Киев получит некие, буквально вещественные, как бы сказать, какие-то доказательства, гарантии того, что Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку Украине на очень серьезном уровне, да? То есть, даже путем поставки летальных вооружений, о чем идет речь уже не первый год. С другой стороны, Россия получит подтверждение, что Америка тоже того же. И, как бы сказать, это один и тот же факт. Он будет вызвать совершенно разную, соответственно, реакцию в Киеве и в Москве. И, конечно, он поменяет и на отношение России к тому, что происходит на Украине. Россия тоже должна будет принять внимание, что 47 миллионов долларов, это не какая-то конечная цифра. Все, 47 и все. Это может быть 147, понимаете? США, конечно, в очень таком положении уязвленном, потому как они, подставляя оружие, обязаны это декларировать и показывать всему миру, что да, мы это сделали. А то, что поступает в ДНР и ЛНР с той стороны границы, никто не знает. Был БУК, не был БУК, а ничего не было. Поэтому, конечно, неравная игра на политическом поле в этом смысле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова